Объясню все по порядку. Ставим, например, палатку. Где поставить, как поставить. Это просто все представить. Нет, тут надо просчитать, чтобы лес не обижать, не промолкнуть под дождем и не заболеть потом. Инженерный центр «Штрих» разменял четвертый десяток. Юбилей проектировщики отметили презентацией книги и праздничным концертом. Кисть рябины заповедной оборви. Полюбите, полюбите, платье красное купите. Вот любви, век любви. Эта организация позволяет проектировать такие объекты, за которые республике не стыдно и потомкам нашим, честно говоря, не будет стыдно. Это объекты, которые стоят и будут стоять и служить людям много лет. Вы знаете, вот это бренд нашей республики. Потому что, имея такие коллективы, мы можем всегда сказать, что у нас в эти вот здесь есть линия. Безусловно, это центр «Штрих». 30 лет – это много или мало? Для человека, наверное, немного. А для проектной организации – это вполне серьезный путь. А начиналось все так. В далеком 89-м году, прошлого века уже, я ушел с реалоруженпроекта, где работал 19 лет. И мы со своими единомышленниками образовали и создали промышленно-строительную фирму «Руна». Которая мыслилась, и проекты, и производство железобетонных изделий, и стройка. Вот. Ну, там образовали хозрасчетное подразделение из наших специалистов, проектировщиков, которые были из наших местных институтов. Некоторые люди были из «Скалилопроекта», из «ВН-проекта», из других институтов проектных того времени. Вот. Потихоньку, не сразу, приходили люди в зависимости от объемов работы. И вот первый договор, мы, значит, я еще один в будущем, мы заключили с автовазских обслуживания 31 августа 89-го года. И с этого момента идет, как бы, расчет на начало нашей деятельности. Потом у нас в это же примерно время появилось, в 91-м году появился заказ на пункт пропуска и таможню в Верцеле. Со сложнейшей того периода объект, норм не было на них, но мы, тем не менее, потихоньку, потихоньку, значит, ездили не сократ в Москву, варианты предлагали в зависимости от того, что нам согласовывали. И в конечном итоге вот версия получилась и построена в 94-м году и сдана. Так получилось, что примером этой таможни ее взял таможенный комитет как основу планировочных решений. И потом на многих пунктах пропуска применялись наши планировочные решения. Коллектив вырастал, значит, приходили очень грамотные специалисты, и наши специалисты уже крепли. Потихоньку, потихоньку мы дошли до следующих объектов. Например, в 98-м году мы получили заказ на конкурсе, выиграли заказ по ТЭО развития Кижей. То есть это музей-заповедник, и это была сложнейшая, но очень интересная работа. Мы полтора месяца никто не ходил, даже на выходные мы работали, пока не утвердили концепцию. Концепцию утвердили, потом доработали. И потом два года она согласовывалась в разных инстанциях, и в 2000 году представитель правительства в то время, он, значит, утвердил и пошло развитие музея-заповедника в этом направлении. Благодаря инженерному центру «Штрих» в Петрозаводске, Карелии и других регионах России построено очень многое. От инженерных коммуникаций и дорожной инфраструктуры до жилых районов и промышленных объектов. Это за 30 лет. А 30 лет – это возраст, когда все еще впереди. И разуми, зоносы, небеда, только сплоща, плавится негода. Кисти, бельки, кисти, любви, все желания исполни, приедешь в любви, забудь и сход в любви. Кисти, бельки, кисти, лагеря. Продолжение следует...